давай в купаль да мы с тобой сейчас дадим несколько вопросов и еще раз теперь я можешь да там за трещину пару я давайте узнаем кто из них все-таки лучше целуется девочки еще один вопрос вам когда-нибудь предлагали и секс втроем привет сегодня у нас потрясающая съемка мы снимаем зубр бизонники уйди мы снимаем съемку на квадроциклах да хватит лезть в кадр у нас будет очень красивые места мы взяли с собой потрясающего фотографа что у нас получится вы увидите также хотелось бы немножечко ответить хейтером меня немножко раскритиковали модели которые у нас раньше участвовали в съемках и просятся еще и обвинили меня в том что я постоянно беру на съемку своих близняшек девчонки я всегда стараюсь чтобы в кадре появлялись новые люди необычной модели хватит лишь вот знакомьтесь две новые модели раньше они у нас не засвеченные это ольга это виталик сегодня у нас будет потрясающая съемка с двумя близняшками все как вы любите и новые модели я не значит как урок газа у нас расположен на правой руке также как и тормоз тормоза мы не ищем ни на левый не на правой руке потому что они расположены задний передний тормоз на одной ручке то есть газ едем газ отпускаем квадроцикл начинает постепенно сам останавливаться естественно тормозы мы помогаем то есть на тормоз нажали газ отпустили одновременно газ тормоза мы не нажимаем кнопки газа ой кнопки на руле мы не трогаем кулису переключения мы не переключаем также если вы наступите случайного на тормоз который расположен на правой ноге он ничего вам не сделает то есть от него пользы нет только для курицы переключения будет легче ходить дальше в лесу мы не гоняем держим соблюдаем дистанцию 6-7 метров едем аккуратно осторожно за инструктором обгонять друг друга нельзя по сути все время движения руль держите крепко двумя руками ни в коем случае руль не бросайте руль тяжелый во время движения не снимаем одной рукой руль держим крепко двумя руками на кочках часто случаи бывают выбивают руль из-за неопытность есть что дополнить да впрочем нет самое главное на руками за руль держимся держим крепко руль и всегда на чеху так что и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давайте зададим несколько вопросов Илье из компании SPB Quadro. Они нас сегодня позвали на эту потрясающую фото- и видеосъемку. Привет, Илья. Расскажи про вашу фирму. Как давно вы существуете? Мы работаем уже на протяжении 8 лет. Каждый день. И летом, и зимой. Зимой? Классно. А зимой вы тоже на квадриках катаете? Зимой на квадроциклах это очень интересно. То есть реально можно зимой на квадроциклах? Очень круто зимой на квадроциклах. Особенно если, как была позапрошлая зима, когда было безумное количество снега, когда постоянно мы застревали, люди толкают друг друга, чтобы вылезти. Слушай, это интересно. Это безумно круто. Также есть снегоходы. Слушай, давай зимой тоже снимем ролик. Приезжайте. Снегоходы. Если этот ролик наберет как минимум 300 лайков, то мы обязательно с ребятами снимаем еще зимний экстрим. По этим заповедным местам обязательно активность, активность. Еще раз активность от подписчиков. В купальниках? Бля, давай в купальниках. Да. Мы с тобой, шучу, берем самых красивых моделей, одеваем их в купальники на снегу. У меня есть такие морозостойкие девчонки. Огонь. Огонь, все. Главное, чтобы теперь нас не подвела зима. Да, да. Ждем хорошую зиму. Расскажи, какой у вас вообще парк? Много у вас? У нас достаточно большой парк. Мы используем квадроциклы. Все квадроциклы свежие. У нас есть мотоциклы. Мотоциклы есть для людей с опытом, чтобы им было интересно. Есть мотоциклы для начинающих. Мотоциклы для начинающих – это питбайки. Мы проводим обучение. Мы рассказываем, как человеку в первый раз сесть на технику. Как правило, это делаем в будние дни, чтобы максимально много времени можно было уделить этому. У вас большая, да, проходимость на выходные? У нас большая очень проходимость. Все выходные расписаны, поэтому лучше всего звонить заранее. Я понял. Слушай, а я еще смотрел у вас на выиски. И баги есть? Обязательно. Баги есть. Баги – это тоже достаточно интересно. Приезжайте, покатаемся в следующий раз на баги. Супер. Я чувствовал, мы здесь роликов на неделю застрянем съемочной группой. Хорошо. У вас часто фото-видеосъемки проходят? Или в основном у вас катаются? Люди приезжают сюда в основном за экстримом. Поэтому бывают съемки, бывают съемки для реклам, также для себя. Это мы проводим без проблем. Также мы постоянно проводим мероприятия. Это могут быть корпоративы, тимбилдинги. Корпоративы до скольки человек? Можно практически обговаривать. Ну, 100 человек, например, корпоратив, возможно у вас? Да. Охренеть. Это возможно. Просто, ну, я знаю, что очень мало кто проводит корпоративы на большую компанию, да? То есть, вот сталкивался я иногда с такой проблемой. Это можно сделать следующим образом. Потому что, если мы берем, допустим, 10 квадроциклов в один заезд, большой компании, в любом случае, кто-то с опытом, кто-то без опыта. Поэтому тут сложно… Бьются на профессионалы, новички. Отправляем их разными компаниями, с разными инструкторами на разные маршруты. В это же время можно всегда организовать досуг. Это беседки, шашлык и так далее. Да. Поэтому 100 человек провоцировали. Сколько у вас самый максимальный был корпоратив? Около 130 человек. Это было здесь, в Зубровнике. Это было разделено на игры. Помимо катания на квадроциклах были квесты, аниматоры. Я смотрю, здесь очень много всего интересного на самом деле. То есть, сюда можно заехать. Тут что-то, я смотрю, и зоопарк небольшой какой-то есть, и веревочный городок, и все. То есть, туда можно реально на неделю. Слушай, такой еще вопрос, раз мы находимся в Зубровнике, да, вот у меня вопрос про зубров. Зубры бизонные. Да. Да, вот я два или три года назад был, их было всего три. И нам сказали, что это три мальчика, и им все пиздец. То есть, они вымирают. Все изменилось. Вот как, как три мальчика смогли сделать, нарожать целую... Да. Изменилось. Да? Давай, расскажи. Все изменилось за последние несколько лет. Зубровник очень сильно преобразился. Инфраструктура и сами зубры. Может быть, изменилось отношение. Не могу подсказать почему, но все изменилось. Девочки откуда появились? Мне говорили, реально, их три пацана, и это... Нет, девчонка всегда была. А, была, да? Мы не наврали. Потому что я в прошлый раз приехал, я расстроился. Я реально смотрю, три пацана, думаю, блин, неужели вымирающий вид. И они постоянно приносят потомство. А, ну, шикарно. Просто я знаю, что зубров бизонов нигде нету. То есть, это единственное место в мире, где они есть. Да нет, нет. Давай скажем да. Да, да. Только у нас. Только у нас. Только у нас зубры. Да. Все, окей. Ссылочка на ребят будет в описании. Обязательно приходите, приезжайте, катайтесь. Здесь реально классно. Обожаю свою работу. Продолжение следует... 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 Сегодня мы снимали на квадроциклах, это было довольно интересно, были свои трудности, например, снимать в движении, когда тебя трясет, ты одной рукой держишься, а второй пытаешься удержать камеру Или были, наоборот, положительные, крутые моменты, когда можно было залезть на квадроцикл и сверху снимать девочек, это было очень красиво и эмоционально Давайте все-таки узнаем, кто из близняшек круче, кто вам понравился, пишите в комментариях, может обе не очень и супер в сексе, и в сексе тоже я Олеся, Оксана, Оля, да-да-да, хорошо, девчонки, не буду спрашивать, кто из вас круче в сексе, тут и так, в принципе, все понятно Давайте узнаем, кто из вас умнее, хорошо, пару вопросов Олеся, 2 плюс 2 4 Корень из 16 Понятно Столица Украины Киев Киев, правильно, молодец Второй по численности населения город в Пакистане Вообще никак Ну все По-моему, тут да, 2.0 как бы разгром Давайте узнаем, кто из них все-таки лучше целуется Для независимости мы начнем в этот раз соли Пятерка Ну, ребят, тут сравнивать даже невозможно, это все равно, что космолет и маршрутка в час пик Ну что же, 3.0 победила Олеся, она выигрывает незабываемый секс с ведущим Смотрите это в следующем ролике, подписывайтесь на канал, пока-пока Девочки, еще один вопрос, вам когда-нибудь предлагали секс втроем? Еще нет, но очень бы хотелось Несмотря с кем С кем? Вот с кем бы С кем бы предложить Ну, с оператором Даши, я думаю, нет Саша на работе Паша в отпуске Ну, наверное, остаюсь я Как вам такой вариант? Субтитры сделал DimaTorzok